Я Камашов Самат, стал жертвой незаконного преследования сотрудника полиции. Я хочу обратиться к Генеральному прокуратуру, обратить внимание на мою ситуацию. Добрый день, друзья! Это канал Диктатура Закона. Вопиющий случай произошел в Туркестанской области. К нам обратился гражданин, который полагает, что его незаконно вовлекли в орбиту уголовного преследования. Давайте его послушаем. Я с 2020 года работал компанией «Туркестан лифт» директором. С 7 месяца, 1 числа 2023 года меня уволили с директора, сняли. После этого я на работе не появлялся. С 8 месяца, 13 числа был несчастный случай. Туркестанда 74 жастағы ел лифт шақтысына қылап мерт болды. Кайғыл оқиға жаңа қылау мағында салынған өлердің бірінде болған. Жөндеу жұмыстарына байланысты лифтінің кәбенкасы 5-ші қабатқа тоқтатылған екен. Ал 1-ші қабаттағы лифтінің есігін ашқан зейнеткер төменге қылап кеткен. Әліметтік желіге тараған бейне жазбада Марқымның жедел жәрдем келгенше түрі болғаны, көмек сұрағаны көрінет. Түркестан ғалалық тұрғыны инспекциясы бөлімінің башысы. Талғат Сөнбаевтің мәлімдеуінші жөндеу жұмыстарына байланысты есіктердің барлығы жабылған. Ал Марқымның есікті қалай ашып алған белгісіз. Қазір осы ұқығаға байланысты қозырлы орғын қызметкерлері тексеру жұмыстарын бастап кетті. Қазір сәнсізді қазір көріп көрдеген басырақ көрдеген кіме декінші жұмыстарына бастап көріп, жәріп күрлі қазір қазір болғандаш көріп көріп көріп, қазір қатты дақты көріп 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 көрдіп көрдің сұрақ көріп көрінді. В 30 декабрь году Рувыдадан келезда, обыск жаса, обыск жаса, обыск жаса, кейн «Кағызларыз» деп жатырмыз, деді. Ол «Кағызларыз» деп жүрген білмеді. Обысктан кейн, маған, мені кинали екенінде айтып, ескертіп, қол ма қағыз беріп, қол ғойдырып, алып кетті, енді жаса маған кіналемес, нәрсеге жауапты қалай болам, менің беспалышағым бары. Күмітті қасым Джомар Тухаев, осыған әділдікке көміктесе көріңіз. Я не хочу ничего говорить плохого о сотрудниках полиции. Но в данном случае, кроме как тупостью действия следователя, иначе назвать нельзя. За всю свою жизнь я впервые столкнулся с такой ситуацией, когда элементарное, простое следственное действие, и в нем были допущены нарушения. Это где такое видано, чтобы в протоколе осмотра места происшествия были взяты левые понятые, прописали одного человека, которого вообще не существует, он не проживает, может быть он инопонятянин, откуда они его взяли? И с этим, несмотря на многочисленные жалобы, почему-то прокуратура, надзирающий орган соглашается. Извините меня, но такого человека, как Мухамед Али, в природе не существует, и как с этим могла согласиться прокуратура? В моей голове никак не укладывается ответ прокуратуры, которая полагает, что протокол исправлен, и нарушений нет. Они как могут исправить этот протокол? Они что, родили этого человека? Он теперь живой? И теперь этот протокол действительный? Вы что, ебанутое, что ли? Обвинение строится исключительно, то есть это трудовой договор и приказ о назначении на должность главного инженера, который Камашев сама даже не видел и не подписывал. А что, так можно было, что ли? Вы вообще там с ума посходили все? Не забывайте, что согласно Уголовно-процессуального кодекса, орган уголовного преследования обязан, я подчеркиваю, обязан проверять доводы, как уличающие в совершении преступления, так и оправдывающие виновное лицо. Между тем, в ближайшее время состоится аттестация сотрудников полиции, контроль за исполнением которой возложен на администрацию президента. Похоже, первые кандидаты уже найдены. УВД города Туркестан, вам отдельный привет. Вот это поворот! Ну на этом, друзья, все. Мы будем внимательно следить за этим делом. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!